Ну что, здравствуйте, гости дорогие! Сегодня пред Вашей ясной очи предстает наш камчатский критик. Критик, поднимите ясную очередь на публику благодарных. Точнее, это не просто критик, а критик критиков. Почти что котик котиков. Как про него пишут московские журналисты, яркий представитель интеллектуального резерва страны, ворвавшийся на российский критический олимп и заставивший по-новому взглянуть в новейший литературную виду Москвы и Санкт-Петербурга. Вот здесь, где-то в статьях, я отсюда взяла цитат. Итак, Василий Ширяев и его книга «Колодцы». Прошу любить и жаловать. Гурные аплодисменты автору. Так, вот оно, лицо современной критики. О, ой, нет, не это лицо современной критики. Вот оно, лицо современной критики у нас. Как пишет о нашем авторе Википедия, Василий родился в семье от 100-го капитана космических войск. Так, господа, мне очень нужно вас перекрикивать. Тишина, шкаф. Мы пока просто выясняем, какой процент населения Камчатки уже ознакомился с текстом книги Ширяева. И выяснили, что всего 25% камчатцев знакомы с Камчаткой. Совершенно верно. Но вы мне сейчас... Вот здесь 0,0025. Господа, можно я продолжу? Вы вот потом Василия перебиваете, дайте мне слово. Он в микрофон будет говорить. Я без микрофона. Итак, друзья, Википедия пишет о Василии Ширяеве следующее. Василий родился в семье от 100-го капитана космических войск, уроженца Харькова, мать из Столыпинских переселенцев в Приморье. Мибриотеты, кстати. С 91-го года Василий живет на Камчатке в поселке Вулканном. Закончил наш пединститут, еще когда он был пединститутом. Ну, что еще можно сказать? Политолог, филолог, философ, критик. Критик. Вот он наш критик. Да, но критиками не рождаются. Критиками становятся. И вот уж не знаю, от хорошей ли жизни или от плохой, Василий расскажет чуть позже. Василий, поднимите ясные очи народу, пожалуйста. Вас не видно задним ряда. Мы познакомились. Я немножечко сейчас расскажу. Просто с Василием мы знакомы уже очень много лет, и не только как с автором. Немножко расскажу о нем то, что я знаю, а потом передам, собственно, слово автору. Итак, с Василием мы познакомились на заре, в конце, точнее, 90-х годов, в начале 2000-х. И, как сейчас помню, случилось небывалое событие тогда для Камчатки. Выход первого молодежного журнала «Иероглиф». Фотографий с него, к сожалению, у нас не осталось, поэтому какая-то просто фотография Василия Ширяева молодого. «Иероглиф» у нас здесь. Помнится, что тогда это было, проходилось видео, по-моему, презентация, выступали многие. Василия Ширяева я там не помню, но в журнал он вошел. А потом, потом, потом он стал постоянным участником нашего литературного клуба «Неолит», который у нас существовал при Краевой библиотеке где-то до 10-11 года, что ли. И Василий был одним из постоянных его участников. Еще во времена расцвета эпохи «Неолита» Василий поражал уже тогда своим неоднозначным взглядом на литературу, своеобразной манерой письма, манерой разговаривать, и тем, что он, как Золушка с балу в 20.00, всегда сбегал с любых-любых мероприятий, потому что ему нужно было уезжать в вулканы. В 2006 году случилось еще одно яркое событие. Нет, это не оно. Случилось еще одно яркое литературное событие – выход сборника «Языки лавы». И тогда я была в составе редколлегии, и произведение Василия Ширяева «Курга» меня, честно сказать, очень впечатлило. И я была из тех, кто был категорически против включения этого произведения в сборник. И мне казалось, что «Курга» Василия Ширяева вызовет такой жуткий резонанс, что она вызовет скандал, и денег нам больше никогда не на что не берут. Да, у нас, в наших видах Дмитрий Исупов, прорвавшийся, и обещавший вести себя очень тихо. Спите дальше, пожалуйста, Дмитрий. Прекрасно. Значит, я была против, но «Курга» все-таки прошла в журнал. Но я оказалась не пропала, ругали, и Василий ругали меня тогда. А вовсе на «Курга» прошла как по маслу. Хотя там есть очень-таки своеобразные произведения, Ну и, кстати, пользуясь случаем, вот особенно я вижу молодежь здесь, у нас в краевой библиотеке все есть, включая и иероглиф, который в единственном языке все-таки имеется. И языки лапы тоже есть, можно почитать, при желании. Итак, ну уже тогда, уже вот седьмой год, десятый год, Василий говорил о том, что время литературы проходит. Пытался продвигать новое направление литературы рэп-шансон. Я не знаю, я очень много о нем слышала, но самого рэп-шансона не слышала. Что-нибудь есть у вас из этого готового, нет? По-моему, это пропало все. Все пропало. Все записи пропали. Все пропало, да? Ну вот. Но у меня есть документ древних времен, в котором Василий уже выступает в роли критика. Видно экран? Василий не закрывает? Тихо, 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 тихо. Сейчас. Сейчас. До спуга. Со звуком, да. Это был голос слышно. Да, я прошу прощения. Конечно. В принципе, когда человек начинает писать, мы тут обсуждали, обычно ребенок начинает с первого раза с инкуроза, потом переходит на стихи, потом со стихонки переходит, а потом заводяет, а потом на критику. В принципе, идея же в чём? Дело в том, что всё уже написано, а нам остаётся только регатировать это. То есть, берите, берите что-нибудь, дирекатируйте. А редакция, это, есть такая шутка для того, что хорошо дирекатированная дельба – это стол. Вот. То есть, люди говорят, что дирекатируйте, то есть, удаляйте лишнее. А что значит, что лишнее, а что не лишнее, ну, надо, как бы, быть немножко в теме. Вот. Ну, в принципе, не всё. Я просто хотела представить нашего Василия. Это действительно замечательный критик. Василия нам ударил белый круг. Наш клуб «Неолит» ходит и выбирает нам. Вот. Василий, чего здесь? Ну, кроме того, что каждый раз на меня люди призывали, как вы нас бросали вписание, нашу радость, и не хотите стать критиком, Журнал «Неолит» в этом году была бы опубликована критика на критика. Собственно, критика на Василия Шияева. Критика на критика. Критика на критика. Вот. Критика на критика на критиков даже. Вот, на этой путь бегу. Сидит у нас тут свои шапочки вязаные. Вот. Ну, и, конечно, слушай. Мы будем писать, чтобы не было, что критиковать. Спасибо. Ну, вот такой вот древний манускрипт. В 2000, не помню уж, 2010 или 2011 года. По-моему, это были «Голоса молодых». Вот. Кто-то из присутствующих тоже был на тех «Голосах молодых». Вот. Ну, и, собственно, вот Василий тогда еще говорил, что нечего писать, лучше критиковать. Вот он докритиковался до собственной книжки. Вот теперь даже не знаю, считать ли вас писателем или критиком. Вот. И мы подходим к книге «Колоц». Подружаемся в нее. Сразу скажу для тех, кто только планирует ее прочитать. Ну, во-первых, она появится, видимо, в большем количестве чуть-чуть попозже. Сейчас мы всех не сможем осчастливить. А во сколько появится? Мы все вопросы к автору после мероприятия. После мероприятия. Читается книга, честно скажу, трудно. Я сломала вот голову, сломала мозг, я читала ее очень долго. Возвращалась к некоторым местам, пыталась прочитать со словарем. Ну, кстати, Василий призывает читать все книги со словарем. Но при этом я испытала в некотором роде такое мазохическое удовольствие, когда ты понимаешь, что мозг скрипит, ты не справляешься с этой информацией, но когда ты что-то понимаешь, это такое счастье, ты понимаешь, что ты продвигаешься куда-то, становишься чуть-чуть умнее, отрастают новые нейронные связи. Вот, поэтому книга такая достаточно интересная. При этом у Василия очень интересный стиль, при том, что он вроде как и стебется над всем, и вроде как и шутит, и где-то повергает язык, но при этом язык получается довольно образный, потому что я вот открывала книгу и сразу натыкалась на какие-то метафоры, какие-то сравнения, которые хотелось себе в цитатник занести. Вот, ну вот, собственно, цитаты. Вот, например, сейчас мы перейдем, вот она, и уже перейдем потихонечку к расспросам автора. Вот ты пишешь, Василий, человек обычно почему-то хочет, чтобы жизнь вокруг его имела смысл. Те, кто читают дозеты, обсуждают теорию заговора, меломаны рождают трагедию из духа музыки, кто-то то и дело падает со стула. Вот, Василий, какой твой смысл? Вот, и смысловое послание колодцев тоже. Вот, Ваш час наставок. Ну, смотри, тут идея в том, что, может, я начнем сначала. Я просто очень много читал, и я вот просыпаюсь однажды утром, и у меня стопка книг стоит рядом с кроватью. И я не помню, что это за книги. То есть я буквально не помню, что это за арт, что это за книги. И тогда я понял, что что-то не так, и надо что-то менять, надо записывать. И я стал записывать на таких узеньких листочках, делать выписки. Потом я взял эти выписки, смотрю, это набор слов, и я тоже ничего не понимаю. Тогда я понял, что надо, значит, вот этот набор слов, эти выписки тоже как-то оформлять. Ну, я стал их оформлять, как-то структурировать, переписывать, тасовать и как-то редактировать. Стали получаться такой дневник читателя. И потом вот Паша Пушкарев, который с тобой ездил в Липке, он сказал, отправь это в Липке. Я отправил это в Липке, и там меня пригласили в эти Липке, то есть это в Подмосковье такой фон писателей. Там в Липках меня пригласили в Урал работать. И, значит, я работал в Урале, писал им вот это вот все. В принципе, это не критика, как бы, сейчас вообще критики нет, сейчас есть только хвалитика, потому что все же хотят любви, всех надо хвалить. Критики как бы, ну, есть тоже критика такая, но это просто анти-ругательная критика, типа как Кузьминков, например, пишет. А как ты Лютого не читал? Нет, по-моему, Кузьминков, он более Лютый, чем Лютый. И, значит, у меня такие дневники читателя получаются. И когда мне предложили сделать книжку, я тоже забрал все эти статьи, я смотрю, слишком много повторов. А меня это, ну, как нормального филолога бесит. То есть там очень много повторов, какие-то идеи повторяются. Например, идея о том, что слишком много всего, что всего слишком много, и это все обесценивается. Ну, это такая идея, ее все уже обсудили очень много в последние двадцать лет. И поэтому я убрал в книжке, вот в этой книжке я убрал все повторы. И из-за этого она стала непонятной. Поэтому, когда я получил ее уже напечатанную, я тоже ее открываю. Я открыл эту книжку, колодцы, и я тоже так задумался. То есть мне тоже ее было тяжело читать. Понимаешь? Очень тяжело. И сейчас я, кстати, работаю над комментариями к колодцам. То есть где-то я десять статей, десять первых вещей уже комментировал. И в принципе, то есть, может быть, в будущем я выпущу комментарии на колодцы. Тут идея же в том, что… Первая парта. Идея, которая есть в книге, это то, что вам идея или человек считает то, что ему повторили двадцать раз. И образовались вот эти вот нейронные связи. Понимаешь? А если тебе что-то не повторяют, металл дышат, у тебя просто не образуются эти нейронные связи. Надо или самому их образовывать. Вот. Почему вот модные сейчас сериалы? Потому что там все повторяется, там все работает на повторе. Вот. Поэтому, строго говоря, у меня в книге нет таких идей, потому что я ничего не повторяю. Просто у нас, у филологов, у нас у филологов не принято повторять по два раза. То есть, если человеку надо, он сам несколько раз прочтет книгу. У нас принято книгу читать несколько раз, чтобы выяснить, о чем она. А вот были ли люди, которые повлияли на тебя как на критика? Ну, я не знаю, там, что. Вот я не буду писать, как вот этот критик. Или я, наоборот, вот хотел бы приблизиться к кому-то. Может быть, есть какие-то критики, которых ты можешь не ругательно критиковать, а кого, может быть, стоит почитать? У вас есть такие в современной литературе? Ну, да. Вот Виктор Леонидович Топоров, там книжка стоит. Топоров Виктор Леонидович. Он сам говорит, что он написал... Топоров? Нет, Топоров. Виктор Леонидович Топоров. Виктор Леонидович Топоров. Виктор Леонидович, это который занимался словистикой, словистом. А Виктор Леонидович, это критик, переводчик с ненецкого. Сын Владимира Николаевича. Саша, не путайте меня. Это два разных человека. Два разных человека, честно. Мы с вами подбирали книги на выставку и выяснили, что это два разных человека, которые занимаются одним и тем же делом. Хорошо. Я вообще не критик. А кто? Я просто читатель, который свои читательские впечатления как-то просто фиксирует. Понимаешь, мы же не называем, например, Пушкина критиком или Блока критиком. Хотя у Блока, у меня появилось полное собрание сочтения Блока, у него два тома критики. У Пушкина целый том критики. Более того, Пушкин писал критики и Пушкин писал даже ответы на критики. Чего вот сейчас писатели как-то считают западло отвечать на критики. Хотя это как-то глупо. Если Пушкин это делал, то почему западло? Почему я стал именно критиком критики? И смотрите, еще где-то 15 лет назад у нас же интернета не было. Поэтому берешь какой-нибудь толстый журнал и начинаешь его задом наперед читать. А в самом конце там критика. Идея в том, что сколько надо читать книжку? Обычную книжку надо убить на нее неделю или месяц, если она толстая, и у вас времени не хватает. А критическая статья, это обычная книжка, ну 200-300. А критическая статья это там 5-10, ну 15. Их за день можно три раза прочитать. И найти все противоречия. Обычно из-за того, что я еще выписываю вот эти деловые выписки, я очень легко находил противоречия в какой-нибудь статье. Тем более, предполагается, что статьи как-то логично устроены, критические. От простого литературного произведения логики не требуется, в общем-то. Там должны быть какие-то чувства, эмоции и все такое. Этим, кстати, сейчас занимаются всякие блогеры, ютюберы и вся вот эта вот сволочь такая. Они ищут в речах разных людей какие-то противоречия. А я искал эти противоречия в статьях-критиках и, в общем-то, находил. Это довольно смешно было. Ну, например, там такая была критическая Анна Норинская. У нее в речи, например, проскакивали фразы типа «это фактический факт» или там «это абсолютно относительно». Ну, что-то в таком духе. То есть там как бы противоречивые фразы прямо вот в рамках одной фразы там противоречие навечается. Но потом я понял, что это глупо искать, ловить человека на противоречиях в речи, потому что противоречивость – это свойственно человеку, это как раз очень человеческая черта. А если наоборот, если человек говорит, если в речи человека нельзя найти какие-то противоречия и вообще в его действиях, это значит какая-то совсем сволочь какая-то. Зануда. Да, и зануда, и сволочи, и хлеба ставить негде. Таких вот просто сразу надо. И поэтому я понял, что это глупо ловить человека на противоречиях на каких-то. И я от этой критики ушел. И я стал делать просто коллажи, какие-то стилизации. Опять же на критиков. На критиков, но я скажем там, ругал их. Ну я больше просто стилизовал. Например, там я критика Рудалева такого, это главный прилегинский критик. Вот. Я его критиковал в стиле протопопового. А ты их не боишься? Ну не достанут. Критики обычно не податки. Сюда далеко. Вот, кстати, цитата. Я как раз чувствовала, что сюда свернем. И шли где они из вулканного через многие буквы на памятях памяти полтретьей недели. И наехали подли море в губе на небе реке в кушдомье сидячих письменных мужиков. Ста, три и больше. И собрав с них Исаак смысловыми лисицами, выслал сель Свердловск. Это из критики на Водолазкина Василия Ширяева. Вот как раз, да, Василий, как тебе удаленность вот это вот, сколько там, через многие буквы на памяти, удаленность от Москвы, от Питера, она тебе помогает в твоих критических работах или вмешает расстояние? Ну и, кстати, заодно, может быть, поподробнее про липки химки и прочее поговорим. Это, кстати, стилизация под отписки. Это прям такой жанр был, отписки, 17-й век. Очень такой, очень актуальный жанр. А что это? Отписки. Ну, ну, отписки нашла. Чего? От какой рассылки? Отписки и как вот эта инструкция, да? Сказки. А, сказки, точно. Сказки и отписки. Сказки? Да, да, да. Сказки, протоколы и еще инструкции им давали, инструкции. Как под нерусской инструкцией? Я тоже что-то забыл. Да, кстати, если вдруг кто не знает, Василий да, говорит, вот сколько языков ты знаешь? Ой, ну я же их знаю не полностью, ну штук 20-то. Ну чуть-чуть книжку прочитать можешь, да? По-японски скажи что ли? Не, японский не знаю. Он не интересует. Он сказал, что он саш. Союнара. По-честки скажи. По-честки скажи. По-честки что-нибудь скажи. По-честки скажи. Так нам замен и Фердинандер жекла послова пальчика пару швейперов, который опростен в войсковую службу живелся плодом псу. Главное, что меня нравится. Николаш не понимает говорить о том, что он волен. Насколько языков ты перевозошел папу покойного? Кого покойного? Папу. Своего. Так папа, он же жив. А потом скажем, что он уничтожил. Он уничтожил. Наш друг, папа Леоня Баташов, сказал еще при жизни своей, что он еще умный. Ну как ты не знаю, Леоня Баташов действительно правда? Да, да. Я его чуть поражал. Я просто поражал. Так ты на Водолазкина критику писал или на его критику? А тут я начинаю путаться. Ты только на критиков только. Смотрите, Водолазкин, но мастер-рухон к нам приезжал. Уже не хочется его обижать. Потом, смотрите, он специалист по... Именно по церковной словесности для нерусской. По жителям. Ты на него критиковал или его критиков? Нет. Ну это смотрите, опять таки, я же вам говорю, я не критик. Я пишу стилизацию, вот как там было сказано, что все уже написано. Все уже написано, мы можем только монтировать. Понимаете, я вырос, я человек эпохи фосмоделла. Все уже написано, надо просто правильно все выстроить и смонтировать. Как те театральные постановки, которые... Так ты все-таки стилизацию это писал на критику. ...кограмма слова переписываются по-своему и на них плевать. Так, можно я... Вопрос просто не услышал. Я написал просто, ну, пародию. Это скорее вот Водолазкина, это пародия. На Водолазкина. Пародия на Лавра. Правильно я уже поняла? Ну да, да ладно. По большей части, да. При этом, вот опять же, возвращаясь к тому, как читать Василия Шиляева, скажу, что читать его сложно. Когда я читаю и когда мы, в принципе, общаемся, я каждый раз задаюсь вопросом, серьезно ли он? Правда ли? Шутит ли он? И я вот не всегда могу понять, когда он прикалывается, ну, скажем, да, таким простым языком, а когда говорит серьезно, честно, вдумчиво. И вот эти стилизации, они вот как раз на грани вот этого фола и балансируют. То ли это шутка какая-то, смех смехом. И меня все время поражало, что при этом, понимаете, московские-то критики и писатели... Ладно, я могу не понять что-то, все, у своего скудаумия. Но там люди все это воспринимают за чистую монету. И достаточно серьезно и сердито пишут, писали в свое время про Василия и говорили про Василия. Шумела вся Россия в 50-е, в принципе, года. Про гребен. Вот Василий, кстати, вот, да. После того, как Василий побывал в Липках, опять же, удивительная такая была ситуация, когда Василий отправился в Липке и, честно сказать, вернулся таким триумфатором, которого все запомнили, полюбили и стали срочно звать везде и публиковать им. В Липке ты сколько раз летал? Три раза? Там не Либералов, а с Киридералов. Нет, почему? Там Куняев. В Липках собирается только Либералов. Я лично с Куняевым там общался. Ну, это мне надо услышать. Ну, вот как Катя сидит, там Куняев сидит. А он, видимо, на рыбу и скуп приехал. Ну, тоже возможно. Но Липки уже не работают. И так, о чем... Почему не работают? Липки проводятся в Звенигороде. И, кстати, есть еще более патриотичные. Патриотичные, это Химки теперь. Химки называется. Но уже не забудь, да? Уже просто стал. Я уже сказал. После Липок Химки не забудь. Хорошо. Вася, вот ты пишешь, что литература должна учиться. Я вот прям читаю сейчас цитату. Цитату читаю. Литература должна учить. Пишешь ты в своих замечаниях на новый реализм. Вот чему должна учить литература, Василий? Вот сам написал. Ну, языку. Какому? Ну, русскому. Ну, смотри, а как еще с Альцгеймером бороться? Бороться с Альцгеймером и язык учить. Понимаешь, надо сейчас уже... Сейчас культуру уже надо спасать. Вот смотри, какая литература. Сейчас литература... Вот какая литература. Здесь Альцгеймер не русские. Альцгеймер и русские. Например, литература журнала «Юность» не учит русскому языку. А наоборот, от него отрывает. Он так и учил. Он всегда раньше учил. Другие, например, журналы учат другого языка. Тут надо понимать, какому языку. Нет, я думаю, тут надо как бы оставить... И какая литература? Нет, смотрите, тут надо как бы оставить, я думаю, вот этот спор славян между собой. Потому что даже с английским скоро будет проблема, потому что он распадется на диалет. Понимаете? Там будет на язык говорить, а мы на английском. Нет, Сан Саныч, понимаете, через год, вот попомните мое слово, через год будет стопроцентная безгромодность. Понимаете? Люди не читали. Правильно. Вот я почти говорю. Мы читаем, только вот мы какая-то, какой-то процент. Вот эта книжка, остальные вообще не читали. Ну да, очень малый процент люди читали. Говоришь через год, да? Через год? Запомните этот вид. Подожди, у нас звучало 40 лет. Вот 10 лет назад звучало 40 лет, еще 30 осталось. Мы проверим. 40 лет теряем водилы по пустыне. Через 5 лет, более того, уже язык выводит. То есть, смотрите, уже родилось поколение, которое боится говорить по телефону, и лучше там написать. А когда пишешь, например, на Телеграме, там скажем, можно голосом уже писать, правильно? То есть, не надо знать уже буквы. И когда там какое-то слово высвечивается, там уже будут сразу картинки и носки. Ну, то есть, набираешь девушку, там уже девушка. Что говорить, когда учителя боятся рассказывать уроки. Они просто говорят, вот я вам даю задание, напишите. Ну, правильно, потом удаленкой вообще. Нет, проблема с высшим образованием, это везде. И это не новая проблема, это уже сто лет, и везде. В Германии это началось еще раньше, люди заметили просто более зоркий, скажем так. Понимаете? И, то есть, человек, смотрите, человек будет на свой телефон уже наговаривать, а там будет все уже, минуя алфавит, переводиться в иероглифы, в картинки. И человек будет просто картинками общаться, если ему страшно говорить на телефон. Да ты трансформанист. Понимаете? Или, ну ладно, на худой конец вот этих голосовых сообщений. Понимаете? Все, через пять лет, а через пять лет все идет к тому, что не будет вообще языка. В принципе, никакого языка нет. Сейчас я с главного начнем. Ты какую литературу любишь? На какую откликаешься? На традиционную реалистическую или современную, как говоришь? Новаяс, или там неолит, да, да, и так далее. Ну, все у тебя одно. На модернном уровне. Ты не читаешь? Нет, почему? Почему ты не отвлекаешься? Я люблю классику. Я люблю Толстого. В прошлом году. Какого Толстого? Ну, Льва. Нет, ну, Алексей тоже очень хороший. Какого Алексея? И Константинович тоже хороший. Вот. Потом... Ты не сбиваешь его, Достоевский? Если его слезть, его не сотрешь. Так, Саша, вы сбили меня, Достоевский. Потом вот в прошлом году заново открыл Достоевского. Очень смешной автор. Там очень много юмора. Просто не все понимают юмора Достоевского. Это да. Потом вот из древнерусского, что у нас? Аввакум, повесть о Дракуле и Хождение за три моря. Очень круто. Потом Иван Грозный тоже хороший был очень писатель. Кто там? Переписка Грозного с Крупским, да? Кто там? Что там еще? Ну, из английского, например. Ближе к нам. Ближе к нам. Шолохов. С детства Шолохова читаю. Молодец. Потом из советского. Трифонова люблю. Вот мы Трифонова тут как-то обсуждали. Трифонова. Трифонова.